Бесхозная оказалась дорога в микрорайоне Строитель. Это сравнительно новый спальный район Хабаровска. Дома были сданы в 2012 году, а следовательно, дорога там тоже новая. Однако хабаровчане заметили, что ее никто не убирает и никто не ремонтирует. Как так получилось, узнал Антон Примачев. На перекрестке большие, там вот заилины ливневые колодцы на сегодняшний день уже полностью. Константин Сухинин живет в микрорайоне Строитель. Здесь только новостройки и дорога тоже новая. Но жители заметили, что ее никто не убирает и не ремонтирует. Любой проявленный интерес вызывает у местных удивление. Ямы снимаем. Ямы? Лучше снимай. Дороги здесь были построены за счет дольщиков. Здесь есть сегодня пешеходные переходы, знаки и даже освещение. При этом дороги этих общего пользования, к примеру, по ним даже завозится строительный материал вот для тех в будущем жилых объектов. Дорога стала разрушаться. Хабаровщане решили писать обращение к властям разного уровня. Сегодня сюда приехали представители мэрии и краевого правительства. Они согласились. Тревожатся хабаровщане не зря. Дорога была бесхозной. И она на данный момент является бесхозной. Ввиду того, что дорога на момент фактического окончания строительственного микрорайона, отсутствовали фактически документы на эту дорогу. Без документов муниципалитет не мог принять объект в собственность. Сейчас процедура запущена. В скорейшем решении вопроса заинтересованы все. Потому что если за новой дорогой следить, ее и ремонтировать придется реже. Договорились с городом о том, что в кратчайшие сроки данные участки дорог будут переданы в собственность города. Но до тех пор по распоряжению они будут обслуживаться городом уже начиная с текущей недели. Уже завтра с дорог начнут убирать песок. Когда начнется лето, газоны будут скашивать. В дальнейшем отремонтируют ливневки. А там, где нужно, сделают ямочный ремонт. Антон Примачев, Степан Крокус. Смотри Хабаровск. В Хабаровске сегодня 930 километров дорожного полотна. В мэрии знают, что среди них есть участки, которые по-прежнему остаются бесхозными. Но уже составлен график. И работа по оформлению документов для принятия в муниципалитет ведется. Если вы тоже видите в городе какую-то проблему, не обязательно дорожную, но которая требует решения, пишите нам в инстаграм, кхв.тв, ну или на наш редакционный ватсап. Его номер не изменен, 839 08 42 12 8. Присылайте фото, видеоматериалы. Обязательно покажем их в эфире телеканала Хабаровск.